Где тоже любят, а слушают Дискит Дэд Вайбс Привет, это Фреддор Усиление состава и подготовки куб Котор Когда еще у них получат АЗС, только И на ауди.ру Предложение не является офертой SUV полноразмерный кроссовер Релакс без границ Все грани прекрасного На спокойной волне Запоминайте стихи Вы знаете, ловлю себя на мысли, что Теперь после этого Потса Цукерберга Невозможно просто-напросто, что называется, в прямом эфире Просто побалдеть и потанцевать Вот Все время ждешь, что сейчас тебе вырубят эфир Короче Цукерберг Потс Вот Да, всем привет Всем здрасте Луганск, Мелитополь Да, вижу, всем привет Добрый воскресный день из Таганрога Да, здрасте Так сказать, с воскресенницем нас всех Добрый день, Юрий Здравствуйте, Ростов-на-Дону Здравствуйте, Барнаул Да, пошло-поехало Вот, как говорится, все наши Все наши Переходим к политическим новостям Да вы знаете, каких-то таких особо политических новостей Нету таких прямо, за которые зацепились Последнее политическое как бы событие Я считаю, это было выступление Путина на Валдае Вот Ну, а что он там все правильно сказал Вот, я посмотрел Единственное, где-то последний час Какие-то уже вопросы пошли Уже такие, ни о чем, знаете, вот Ну, как-то Видимо, видимо Путина Предугадывая Какие вопросы могут быть В том числе, там, скажем От наших, там, зарубежных Задушевных друзей От слова задушить Он как-то прошелся по всем таким Животрепещущим темам И так прямо приложил всех, конечно Слушайте, он красавчик Можно про него говорить все, что угодно Можно там, там, ним восхищаться Можно его ненавидеть Но если у тебя есть мозги То Ты согласишься с тем, что это на сегодняшний день Величайший лидер в мире Которого, ну, вот равных Я не знаю, кто сейчас может быть То есть Он просто красава Уровень компетентности Уровень понимания Уровень даже, скажем так, вообще Философии даже, которую он транслирует О том, каким должно быть Мироустройство А там присутствует философия И там очень много восточной философии Ну и понятно, человек, как бы Свою жизнь занимается боевыми единоборствами И так далее Вот Ну, то есть Я не знаю Я не знаю, кто должен быть Следующим президентом в этой стране Чтобы переплюнуть Путина Ну, дай бог, чтобы у нас Знаете, как я говорю Путин показал нам Россиянам Каким должен быть президент Дай бог нам не хуже Следующего президента А у меня есть ощущение, ребята Что мы в 2024 году Все-таки Президента поменяем И кто это будет Можно долго гадать У меня есть свои версии Но тем не менее Я почему-то чувствую Что Путин передаст Вразды правления Он, скорее всего, возглавит Госсовет Который являться будет Над органом Как-то, да То есть Госсовету подчиняются Спецслужбы Вооруженные силы И там И МВД О, снежок пошел Немножко Да Не знаю, был ли снег Но вот сейчас снег пошел Да, 4 градуса Снег Начался А кто-то завтра Резину меняет На машинке Это я Так что вот такие дела Ну, в общем, он, да Он красавчик Все правильно говорит Что тут, как бы Можно тут Кривить мордой Можно тут, как бы, там Пытаться, там, дискутировать И так далее Но уровень Компетенции Путина Таков, что Я не знаю, кто с ним Может дискутировать Понимаете Ну, он так Он так кроет Что просто, ну Без вариантов Без вариантов Поэтому, собственно говоря Мы и наблюдаем Со стороны западных лидеров Скажем И, там, шакалов Которые, там, у них Там на подхвате Прислуги, так сказать Табаки, табаки Да, давайте будем Говорить правильно Табаки Вот Что они просто В своей бессильной злобе Ну Ничего не могут сделать Так что так вот Шойгу будет Я не думаю Дело в том, что Шойгу с Путиным Разница-то всего Раз Ну, там, год, по-моему Всего в возрасте Шесть лет Не знаю Не знаю Шойгу Понимаете В чем дело Шойгу Как бы там ни было Там Ну, как бы там Некоторые там Приводят Там Аргумент Что Шойгу Типа министр Министр обороны Который не учился Там На военного И так далее И так далее Типа Такой А толку? Ну, хорошо Ну, а сколько было Мудаков Которые поокончали И училище И академии И так далее И до чего они Армию довели Ну, то есть Для меня не аргумент То, что Шойгу Типа там Не учился Там В академии Там И там Не в училище Военном И так далее Я смотрю по результату Мне абсолютно Насрать Учился Он не учился Он за каких-то там Грубо говоря Там 10 лет Меньше Да Он армию Из-за Глубочайшего Кризиса Вывел И сделал Как минимум Там Второй Третьей Армии Там Скажем Сильнейшей Армией Там В мире Ну, давайте Будем Объективны Ну, какое Значение Имеет В этом Случа Образование Если человек Без образования Военного Да Сделал То, что Там Генералиссимусы Там С тремя Пятью Там Академиями Да Не смогли Сделать Ну, какое Имеет Значение При этом Учился Шойгу В Академии Генерального Штаба Или нет Да Никакого Идите Нахер С такими Доводами Понимаете Так что Так вот Ну, Шойгу Хорош На своем Месте Понимаете В чем Дело Шойгу Он Очень Хороший Знаете Вот Как Скажем Он Организатор И руководитель Процесса Вот В чем Дело Все Таки Президент Давайте Будем Объективны Все Лидер Причем В Сегодняшнем Мире Прежде всего Внешней Политике Лидер Как бы Да Вот Я думаю Что Вот Шойгу Это тот Человек Который Должен Стоять Стоять Как бы Это За спиной У министра Иностранных Дел Лаврова Понимаете Стоять С вот таким Тесаком И когда Лавров Вежливо С кем То Разговаривает Он Должен За его Спиной Этому же Понимаете Вот Кто Такой Министр Обороны Министр Обороны Это Человек Который Стоит За Министрами Иностранных Дел Вот И Всем Показывает Что Или Соглашайся Или Будет Тебе Кирдык И Мне Кажется Что Вот Они С Лавровым Как раз Прекрасная Пара Вот Мишустин Мишустин Скорее Всего Думаю Будет Мишустин Учитывая Что Сейчас Мировая Экономика Цивилизация В целом Переходит На Новый Экономический Уклад Да То есть Новые Приоритеты Грубо Говоря Скажем Так Это Еще Называется Может Быть Пятая По Мом Если Не Ошибаюсь Или Шестая Технологические Революции Учитывая Что Мишустин Он Технарь Он Охренительный Технарь Это Человек Который Ну Всю Свою Жизнь Ну Человек Который Управление Должна Быть Цифровая В Стране Да Должна Быть Цифровая Должно Быть Мгновенное Принятие Решения По Любым Вопросам В Любое Время В Любом Конце Страны И Почему Там Допустим Скажем Серьезно Идет Вопрос Сейчас О Искусственном Интеллекте Но Вы же Понимаете Что Такой Искусственный Интеллект Нет Такого Понятия То есть Искусственно Мозги Которыми Нас Наделил Господь Бог Создать Невозможно Это Будет Просто Огромный Компьютер Со Световыми Скоростями Принятия Решения Обработки И Который Будет Выдавать Человеку Человеку Приемлемое Решение Да Как бы И Помогать Человеку Принимать Скажем Опираясь На Какие То Факты На Какую То Информацию На Какие То Выкладки Математические Решения Искусственный Интеллект Он Называется Условно Условно Это Просто Напросто Огромный Компьютер Который Будет Просто Напросто Любые На Любые Вопросы Давать Исчерпывающий Мгновенный Результат Причем Там Будет Сразу Грубо Говоря Математика История Философия И так Далее Это Все Будет Что Называется Обобщаться И Выдаваться И Выдаваться Как Как Возможный Способ Решения Той Или Иной Проблемы Допустим Ну Когда Возникает Какая-то Проблема И Нужно Срочно Принять Решение Я Я Так Понимаю Я Так Понимаю Искусственный Интеллект И Я Думаю Что Мишустин Как раз Тот Человек Который Ну В Нужное Время В Нужном Месте Появляется Именно Исходя Из Своих Профессиональных Возможностей И Необходимости Именно Такого Человека Сейчас У Власти У Власти Потому Что Сейчас Как Бы Мы Не Хотели Как Бы Мы Не Хотели Кто Будет Более Технологически Технологически Слушайте Грудинин Я Я же Грудинин Мой Сосед Я Живу С ним В одном Доме Прекрасно К нему Отношусь Вы Понимаете В чем Дело Грудинин Опять Таки Грудинин Это как Шойгу Он Хозяйственник Прежде Всего Он Хозяйственник Он Очень Хороший Менеджер Он Очень Хороший Организатор Он Очень Четко Понимает Все Процессы И так Далее И так Далее Вот И Понимаете В чем Дело Ну У нас Уже Был Один Как Сать Президент Бывший Председатель Колхоза Чем Все Закончилось Я Надеюсь Вы Все Помните Да Притом Что Я Грудинин Действительно Отношусь Очень Хорошо Вот Но Насколько Он Системный Человек Насколько Он Как Способен Управлять Потому Что Руководить Совхозом Это одно Руководить Государством Это другое Причем Я не сомневаюсь Что Грудинин Мог бы быть Очень хорошим Например Министром Сельского Хозяйства Потому Что Он В теме Это То Чем Он Занимается То На Чем Министр Я Тоже Подозреваю Что Он Бы Справился Как Президент Как Президент Сомневаюсь Потому Что Давайте Не Забывать Президент Все Таки Это Внешнее Как Бы Да Отношение С Окружающим Миром Это Политический Лидер Который Нас На Мировой Арене Ну Как Да Демонстрирует Защищает И так Далее Вот Насколько Бо Грудинин С этим Справился Честно Сказать Я Не Могу Да Там Предположить Правда Правда То что Он Вот То что Я Перечислил Его Достоинства Да Притом Что Я говорю Что Он Действительно Хороший Порядочный Человек Вот Но Как Президент Страны Ну Вы Знаете Я Немножко Как Греться Я На Горбачеве Обжегся Да Вот Знаете Такой Был Молодой Лидер Нового Мышления Там Как Успешный Там Председатель Совхоза Первый Секретарь Там Потом Края Там Краснодарского Края По-моему Или Какого Я Не Помню Что Такое Там Да Вот И Так Далее А Вышел На Мировую Арену И Профукал Вообще Все Все Профукал Понимаете Все Вот Страну Потерял И Грубо говоря Потом Когда Уже Понял Что Все Потерял Еще Успел Нехило Чувствует В Германии Как бы Там И Плевать ему На эту Россию Как говорится И на нас С вами Поэтому Я говорю Что Обжегшись На Горбачеве Я очень Осторожно Отношусь К Грудинину Вот При том Что Я говорю Что Я его Уважаю Я не боюсь Это говорить Здесь и сейчас Он мой сосед Я с ним Там В лифте Там День Через День Там Встречаюсь Вот Но Все Так Я бы Конечно Хотел Чтобы Он Реализовал Себя На каких Там Скажем Ну Там Хотя Б премьер Министром Побыл Ну Чтобы Я понимал Что Это За Человек Ну То 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 Насколько Он Способен Нашу Страну Защитить От Внешних Угроз Вот Чем Дело Да Здрасте Здрасте Со Трагедией С Булдуином Ну Я ничего Не думаю Это Просто Говорит О том Что Профессия Актерская Вообще Кино Это Вообще Опасная Профессия Там Такие Вещи Случаются Часто Я об этом Несколько Раз Говорил Я сам Попадал В ситуации Скажем Так Пограничные Вот Ну То есть Как бы Понятно Что Все это Заканчивалось Потом Хи-хи Ха-ха Но Когда Ты Начинаешь Потом Анализировать А что Было Произойти Если Что Немножко Пошло Не так Ты Понимаешь Что Вполне Ты Мог бы Попасть В заголовки В заголовки Газет Понимаете Вот С Траурной Рамкой На твоей Фотографии Вот Ничего Не думаю Случается Я Честно Говорят Не совсем Понимаю Как Как Вообще Это Могло Произойти Потому Что Ну Оружием Заведуют На Площадках Съемочных Специальные Люди Вот Мне Дают Оружие Допустим Да Даже Если Я знаю Что Я Вы Поймите Что Процентов Семьдесят Восемьдесят В кино На сегодняшний День Выстрелы Рисуются Как И Попадание В тело Рисуется Актер Просто Отыгрывает А дальше Компьютер На него Накладываются Вот эти Вот вспышки Кровавые Как бы Да И так далее А потом Потом Гримеры Просто Напросто Ну там Подходят Там Делается Техническая Пауза Гримеры Подходят Со специальными Шприцами И делают Как бы Ну Настоящую Кровь Вот Кто Смотрел Кто Смотрел Отчаянных Там Где моего Героя Типа Там В перестрелке Ранят Там Нету Выстрелов Там Я Отыгрываю Как бы Отдачу Вот Просто Компьютером Нарисовали Выстрелы И там Попадание В голову Попадание Там Моего Героя Там Покасательное Там Попадает В голову Это нарисовано Все А когда Моего Героя Типа Там Ранят В плечо То Мне Просто Приклеили Такую Тряпку Приклеили Прозрачную Типа Как Марли Она Пропитана Кровью И просто Я Отыграл И потом Провел Плечом По Кузову Для того Чтобы Остался Натуральный След И все А потом Когда я Лежал И мой Герой Лежал Якобы Убитый Мне Просто Пришли Специальным Шприцем Нанесли Краску Которая У меня Потекла По лицу И так далее Но до этого Все было нарисовано А автомат Который у меня был Во первых Я сам с оружием Умею обращаться Как бы Да Вот И я сам проверяю Но и мне тоже Приходит человек Он мне Магазин отдельно Показывает Что там ничего нет Я проверяю Затворную раму Что там нету Никаких патронов Ничего Потом это все Подстегивается И после этого Я киваю Человеку Который мне дал оружие Что я ознакомлен С тем Что он не заряжен Что все в порядке Вот Поэтому Как уболденно Это могло произойти Но это какой-то Вверх вообще Непрофессионализма Стечения обстоятельств И так далее Вот Так что так вот Как это могло произойти Я не знаю Так что вот такие дела Поэтому вернемся Вернемся к руководству страны Я думаю Что скорее всего Это будет Мишустин Потому что этот человек Во-первых Он по возрасту Раз Во-вторых Он технарь Это связано Вообще С тенденцией мировой Как я говорю О переходе на Цифровое управление Новый технологический уклад Экономическая революция И так далее И так далее Поэтому Мишустин там На своем месте И скорее всего Сейчас у него Есть какое-то время Для того Чтобы проявить себя На посту Премьер-министра Мне кажется Он справляется Мне кажется Он справляется Вполне То есть Как бы Понимаете 20 лет Путину власти Как бы не хотелось Мне бы не хотелось Конечно Чтобы он уходил Да мне бы не хотелось Чтобы и Меркель уходила Несмотря на то Что эта старая сука Всегда была Собственно говоря Против России Она исключительно Там скажем Да там Шла на какие-то контакты Когда это было выгодно Германии И в принципе Я могу ее понять Я бы на ее месте Наверное Вел бы себя точно так же Как говорится Да для меня Всегда бы имел бы приоритет Что полезно Для моей страны Для моего народа Почему я разделяю Потому что Не все что Как бы Ну полезно для народа Не все это полезно Для государства в целом Да Чтобы вы понимали Вот Потому что Ну государство Это немножко другое Все таки Страна Государство И так далее Народ который в нем проживает Это как бы Ну три разных Немножко таких Скажем в целом И юридические И смысловых Понятия Вот Поэтому не все что полезно Для народа Полезно для государства Да И не все что полезно Для государства Полезно для народа Но для этого И существует Как бы Мы и живем В этой стране Для того чтобы Необходимо Принимать консенсус И принимать те решения Которые необходимы Даже если они во вред Грубо говоря Там моему личному карману Ну Вы же понимаете Да Государство это что Государство это Образов Это то что Люди Живущие в этом государстве Договорились Об определенных правилах И Создали структуру В которой они живут А эта структура Их в ответ там Защищает Там скажем Гарантирует им И так далее И так далее То есть Это договор Народа Народа Между собой Прежде всего Ну в общем Чего вам объясняют Откройте конституцию Почитайте Или там Не знаю Какой-нибудь там Словарь государственных выражений Вот И так далее Поэтому да Поэтому я думаю Что Мишустин Скорее всего будет Во всяком случае Я бы этого хотел Пока других Каких-то кандидатов Я не вижу Шойгу я должен считать Честно говоря Я считаю Что вот Шойгу Как раз Министром обороны Как минимум Еще должен остаться Он затеял Такую реформу Она идет С успехом Но нам нужно Еще где-то 5-8 лет Для того Чтобы завершить Полное перевооружение И самое важное Нам очень важно Чтобы у нас Сменилась Военная элита И именно При Шойгу При Шойгу Придут как бы Ну Придут государственно Мыслящие Патриоты Понимаете В чем дело Патриоты придут В политической элите К руководству К руководству Армии Так что так вот Белоусова Не рассматривайте Я думаю Что вот как раз Белоусов Это мощный Государственник Это прямо Правая рука Мишустина Кто не знал Вот Не знаю Военная это Тайна или нет Но я думаю Что умные люди Понимают о чем Белоусов Я думаю Скорее всего Как раз Вот может Быть Премьер-министром Вполне При Ну посмотрим При Мишустине Я думаю Белоусов Мог бы стать Премьер-министром Как бы Ну сейчас Уже чем ближе К выборам Да Какие-то вещи Такие сразу Выпячиваются Да Что в принципе Еще не совсем Понятно Но уже Есть Предположение Да Словарь государственных Выражений Это Петра Первого Да С его большими загибами В том числе Привет Питер Да Мудрая речь Спасибо Юрий Вам Мишустин Не напоминает Номенклатурщика Слушайте А любой Государственный Чиновник Любой Государственный Деятель Должен быть Номенклатурщик Потому что Он должен Подчиняться Тем правилам По которым Существует Государство А вы что Хотите Какого-нибудь Такого Вау Типа Зеленского Что ли Такого Такого Молодого Неформального Продвинутого Такого Которого Опа Там Что-то В голову Взбрело Моча Врезало По мужичку И понеслась И так далее Вот Нет 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 Должны Понимаете В чем дело Внутри Системы Государственных Служащих Именно Такого ранга Есть Очень четкие Какие-то Правила Поведения И так далее И так далее Мишустин Он как раз Аппаратчик Какой Надо Аппаратчик И не надо Попугаться Этого слова Не надо Пугаться Там Этого слова Вот Как раз Вот в этом То и есть Залог Стабильной Работы В целом Системы Государственной Да Как бы Поэтому Не надо Этого бояться Вот Путин Нет Конечно Никуда Не денется Слушайте Человек 20 лет Своей жизни Положил На то Чтобы Страну Как бы Там Ну там Вывести Там Из кризиса Грубо говоря Довел ли он страну Скажем там До более-менее Приемлемого Существования Я думаю Да Я думаю Да Могло быть лучше Как я всегда говорю Да Могло быть Но мой жизненный Опыт Всегда Подсказывает мне Что могло бы быть И хуже В разы В разы Просто хуже Чем есть на самом деле Поэтому Знаете Я сегодня По-моему Билл Смит Сказал такую хорошую фразу Кто бы мог ожидать Да Но он сказал Как бы Да И в принципе Почему я запомнил Это совпало С моим вообще С моим кредо жизненным Он говорит Если ты что-то потерял Да Ну радуйся тому Что ты потерял немного Если ты потерял много То радуйся тому Что ты не потерял все А если ты потерял все То радуйся тому Что тебе уже нечего терять Так вот Я всегда говорю о том Что могли бы мы Там В той или иной ситуации Там Жить лучше Чувствовать себя лучше Да Но если у вас Есть жизненный опыт Если у вас Вот здесь Вот есть Сгусток нейронных связей То вы прекрасно понимаете Исходя из жизненного опыта Из того Что мы по сторонам смотрим Из того Что мы слышим Видим И так далее Мы понимаем Что могло быть Все значительно хуже Поэтому Поэтому Да Меня устраивает То что сделал Путин Я очень хорошо Помню 90 Слушайте В 92 году Мне было 22 года С 22 до 33 Практически Грубо говоря Да Я пережил Ну просто 90 Лучшие свои годы Лучшие свои годы Я прожил При Ельцине Лучшие свои годы Я прожил при Ельцине То есть Вы понимаете Как бы Что со мной было Вот Я думаю Что здесь все Примерно мы с вами Ровесники Плюс-минус Как бы И так далее Я сомневаюсь Что здесь есть Кто-то Кто родился При Путине Отучился в школе В институте Там и так далее Да В основном Все те Кто Как бы Родились при Советском Союзе И пережили 90 Или помнят Как их родители Из последних сил Там Убивали свое здоровье Свое там Время там Личное Жизнь свою Для того Чтобы поставить на ноги Вас там Выучить там И так далее Дать достойную Какую-то Достойную жизнь Вот Поэтому мне Есть чем сравнивать Поэтому я Говорю о чем Да Да Что мы еще Можем тут Почитать Собственно говоря Но есть тут Некоторые Экзальтированные Дамы Которые Уже так сказать В предбайзаковском Возрасте Они думали Что я сейчас Тут буду Собственно говоря Их развлекать Потому что Я актер Вот Мадам Я в первую очередь Человек Во вторую очередь Я мужчина В третью очередь Я муж и отец И только в четвертую очередь Как говорится Я актер К вашим услугам Так что Как говорят немцы Вьюбензебитте Вы ошиблись адресом Только дверью Не хлопайте Пожалуйста Оставьте о себе Хотя бы Ну впечатление Ну не знаю Хотя бы Немножко культурной Дамы А не базарной Хабалки Вот Так что так вот Меня в президенты Не-не-не-не-не Я что-то честно говоря Как-то ну Чем больше я начинаю Интересоваться политикой Вникать в ее нюансы Тем больше я понимаю Что Знаете как говорится Ну его нахер Этот крест Ну его нахер Ребята Вот так что Так что так вот Да Так что так Да друзья мои Ну в общем-то В принципе Все Поговорили Да кстати Спасибо за то Что поправляете Меня Там как я написал Беспринципные Или беспринципные Я просто Так сказать Чтобы не раздражать Я просто взял И удалил эту фотографию Вот Так что больше фото С беспринципными Выкладывать не буду Вот Как говорится Ищите на просторах Интернета сами Вот Потому что Честно говоря А ебали вы меня Своими поправками И так далее Я выкладываю вам фотографию Для того Чтобы вы посмотрели Как говорится Ну порадовались И так далее А вы меня Блин там Штук пятьдесят Мне так это Клуб любителей Русской орфографии Проходите мимо Так что Вот такие вот дела Вот Буду Да Буду Буду как бы Это удалять Вот Так что так вот Половину Половину каких-то вещей Я практически пишу за рулем Поэтому могут быть ошибки Какие-то там И так далее Вот Так что извините Да и вообще Я с детства пишу безграмотно У меня все сочинения были Были знаете Пять-два Пять за сочинение Два за грамотность Я забыл Как называется Ну такое знаете Я взрослый дядя Казалось бы Вроде бы и правила Все помню русского языка Но все равно Пишу безграмотно Я забыл Как эта херня называется По-моему Том Круз Страдает этим И по-моему Если я не ошибаюсь Даже Александр Сергеевич Пушкин Этой страдал У него в рукописях Огромное количество Кстати ошибок Ну как бы Грамматических Как это Ну ему Ну ему можно Понимаете Он несмотря на то Что он великий русский поэт Он все-таки потомок негра Как говорится Чурка не русская Как и я Потому что я украинец Поэтому Поэтому конечно Ценителям Ревнителям Русской грамматики Так сказать И правописания Пламенный привет Пламенный привет Вот Так что так вот Да Дисклексия Да Похоже на то Дисклексия Ну да Есть такое Есть такое Вот говорю Ну вот Ничего с этим поделать Невозможно К сожалению Ничего Я изо всех стараюсь сил Причем у меня даже Авто Этот как его Ну Автоматически Грамматику поправляет Если я что-то Что-то пишу Там допустим Неправильно И все равно Вы можете себе поверить И все равно Я делаю ошибки Ну то есть Это полный песец Я с этим ничего Не могу поделать Болею Болею Да Так что так вот Привет ЛНР Здрасте Да здрасте Земляку привет 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 Вас министры Вы знаете Я думаю Что меня бы Можно было бы Не просто в министра А можно было бы Например Оставить каким-нибудь Ну там не знаю Депутатом Каким-нибудь Депутатом Как знаете Я бы хотел быть Как Жириновский Вот Путин 20 лет У власти А Жириновский Почти 30 с чем-то Депутат Государственной думы Так что так вот Вот я бы хотел Все-таки Честно говоря Быть на месте Жириновского Да Нет Понимаете В чем дело Важно же Что я Как бы Ну в смысле Люди понимают О чем я написал Даже несмотря на ошибки Правильно Ну вы же понимаете О чем идет речь Ну на ошибки Как бы Ну Ну С кем не бывает Где-то запятую Пропустил Где-то это Это людям Понимаете Это люди Которым в этой жизни По большому счету Гордиться нечем Кроме того Что они хорошо Ну Пробусно Грамотно пишут Наверное Это поднимает Их самооценку Я с пониманием К этому отношусь Вот Ну когда человеку Действительно Ну больше нечем Там в жизни своей Гордиться Ну вот Правила русского языка Он знает на 5 с плюсом Ну Ну хорошо 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 Да Так что да Все Кальмаров начали уже Нет Нет Не было Не было возможности Вот Да Так что так вот Все друзья мои Я вас всех обнимаю Всем хорошего Меня ли Соблазнить коллеги Актрисы Слушайте Мы работаем как кони Как проклятые Как рабы на галерах Понимаете У нас даже Я вам честно скажу Даже в постельных сценах Собственно говоря У мужчин актеров Как и в принципе И у женщин актрис Да Отсутствует собственно говоря Сексуальное возбуждение И эрекция Ну потому что Психологическая нагрузка такая Что собственно говоря Не до прелестей Да Не до прелестей Как говорится там Женского тела Запахов и так далее Поэтому Никаких соблазнов нет Соблазны могут быть Вне работы Допустим Да Там скажем Но на площадке На площадке Как бы Ну поверьте мне Не до этого Мы пашем Как черти До кровавых Мальчиков в глазах Так что Не до этого А после съемки Ты настолько Вымотанный Ты настолько Как бы вот Единственное желание Лечь и уснуть Там да Если есть возможно Если есть аппетит Еще остался Как бы Усталость Не настолько сильная Что даже жрать Знаете Бывает так устаешь Что даже жрать не хочется Поэтому единственное желание Пожрать и лечь спать О каком вообще О каких интригах О каком вообще там Грубо говоря Интиме Тем более О каком сексе Может идти речь Поверьте мне Этим страдают Какое-то время Молодые актеры Молодые актеры Ну у них здоровье У них возраст Но поверьте мне Это тоже Очень быстро Заканчивается Потому что Ну Потом ты на Съемочной площадке Будешь Ни на что Ни на что Негоден Понимаете Ни на что Негоден Поэтому Поверьте мне Если что-то Какие-то отношения Могут симпатии Завязаться То только после проекта И вне проекта Как правило На самом проекте Поверьте мне Этим практически Ни один актер Не страдает У меня больше 106 Там Да Почти 106 сериалов Грубо говоря Да Так я вот вам скажу так У меня никогда Я работал самыми красивыми Самыми прекрасными Самыми талантливыми Партнершами На земле Ну в смысле На нашей российской земле У меня никогда С ними не было Никакого интима У меня остались Приятельские Дружеские отношения Остались Осталось Профессиональная Влюбленность Вот да В человека Потому что с ней Работать комфортно Качественно И ты понимаешь Что получается Вот так Но никогда У меня Знаете как это Я Если как говорится И какие-то романы Буду крутить Я буду крутить Романы со зрителями А не с актрисами Так что вот так Вот Надеюсь вам было интересно Послушать Как бы Вот такие Подробности Про кино Про оружие Про интим И тому подобное Вот Поверьте мне Вам Подавляющее большинство Актеров Скажет то же самое Так что так Спасибо за Да Все пока Да Давайте Буду заканчивать Потому что Надо в магазин идти И время Тик-тик Как говорится Тик-так Ходики Пролетают годики Не забывайте об этом Поэтому Всем хороших выходных И давайте До скорой встречи Пока-пока